Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова Тарас. Сегодня я хотел бы вам рассказать, какая разница между аккаунтом игры и ключом игры. Поговорим мы о Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike Global Offensive. Аккаунтов Counter-Strike Global Offensive сейчас еще, в принципе, немного продают. А вот аккаунтов Counter-Strike 1.6 очень-очень много. Они обычно дешевле ключей. И после оплаты аккаунта Counter-Strike 1.6 вы получаете логин и пароль от аккаунта. После чего вы входите в аккаунт и меняете на свою почту. Так все это дело происходит. Но здесь есть маленький нюанс. Аккаунт всегда, тот, кто его когда-то ключ покупал к этому аккаунту, может этот аккаунт восстановить. То есть вам никто никогда не даст гарантии, что аккаунт будет все время у вас. То есть человек вам его продал и потом с себя снимает какие-либо обязательства. То есть аккаунт может быть как восстановлен владельцем, если он там что-то прикольное себе записал, чтобы можно было восстановить, даже если изменили почту. И второй вариант, Valve вас просто заблокирует. Ваш аккаунт по запросу владельца. Ну, если у него будут какие-то доказательства, что это его аккаунт. Так что, ребят, я вам рекомендую все-таки покупать ключи к играм. Ну, давайте для примера сравним. Аккаунт Counter-Strike 1.6 стоит в 35 гривен или 80 рублей. А ключ Counter-Strike 1.6 стоит 70 гривен или 150 рублей. Ну, в два раза примерно цена выше за ключ, нежели аккаунт. Но вы сами регистрируетесь в Steam'е и сами покупаете ключ к игре. То есть никто у вас уже не восстановит этот ключ, потому что вы его раз использовали и игра только у вас уже будет. И второй вариант, вас Valve ни за что не заблокирует, потому что аккаунт ваш и ничего с ним не случится. Вот такая, ребят, разница в аккаунте и в ключе, так что я всегда рекомендую покупать лучше ключи. С вами был Тарас, подписывайтесь на канал, играйте в Counter-Strike. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok